Здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 17 марта и сегодня мой первый материал будет посвящен так называемым переговорам между Украиной и Россией. Вы знаете, за последние двое суток, особенно за вчера, я получил такое количество вопросов по этому делу. Юрий, неужели это все правда? Неужели Россия с Киевом, с этим нынешним режимом договорится и отступит на свои позиции? Об этом много сегодня заявлений косвенных, прямых, в том числе со стороны российских политиков, в том числе со стороны пресс-службы, даже президента Российской Федерации в лице Дмитрия Пескова. Неужели все это правда? Неужели вы не понимаете последствий? Безусловно, и я понимаю последствия, и официальный Киев понимает последствия, и официальная Москва прекрасно понимает последствия. Именно по этой причине на сегодняшний момент вот эти самые переговоры, они стали элементом войны. Именно элементом войны. Для начала давайте разберемся, для чего они ведутся. Если мы внимательно отбросим всю шелуху, которая попадает в сеть и увидим, какие цели и задачи ставит та или иная сторона, все становится на свои места. Главная задача российской стороны это при помощи контакта с Киевом организовать гуманитарные коридоры, причем вне зависимости от того, куда будет вывозить население из окруженных в первую очередь российской армии городов. На самом деле, огромное количество населения, которое уже есть в этих городах, в случае перехода под полный контроль Российской Федерации, оно для России составляет огромную проблему. Потому что это население, которое очевидно, что в первое время нечем будет занять, нужно будет кормить и поддерживать хоть какой-то элементарный порядок и уровень жизни. И соответственно, одно дело взять под контроль город с населением 300-400 тысяч человек, другое дело, когда в нем останется всего 200 тысяч человек. Да, они потом вернутся, но когда там жизнь наладится? А на первое время нужно сделать так, чтобы проблем, связанных с контролем на данной территории было меньше. Это первый момент, но есть еще и второй, внешний. Если мы внимательно послушаем Владимира Путина, то он говорит о том, что выигрывая войну за Украину, нельзя потерять, нельзя проиграть войну за мир. И ведя переговоры с официальным Киевом, Москва показывает, да мы готовы с ними переговариваться, но они же не договороспособны. Ровно та же стратегия, которая присутствовала во всех бесполезных, бессмысленных переговорах на протяжении многих лет по поводу реализации Минских соглашений. Вы думаете, российская сторона не понимала, что они никогда не будут выполнены? Да прекрасно все понимали. И вели переговоры именно для того, чтобы далее, когда проблема будет решена радикально, выбить у оппонентов их аргументы. Мы же с ними договариваться пытались. Мы пытались изложить свою позицию. Но они же упирались как бараны. И не шли ни на какие уступки. И вот именно это, в первую очередь, на сегодня интересует Москву. Никто там серьезно не воспринимает возможность договориться с киевским режимом. И Москва использует эти переговоры для того, чтобы выиграв войну за Украину, не проиграть войну за мир. А вот официальный Киев, если мы обратим внимание на то, как он акцентирует внимание по ходу переговоров, он ведь о чем говорит? Он не говорит всей правды. Он говорит только кусочек правды, пытаясь представить, что вот у него на переговорах все хорошо. Позиция Российской Федерации продавливается. Украина, ничего не отступая, скоро может получить мир. И говорится это все с единственной целью. Мобилизации населения для продолжения войны. Чтобы показать, что позиции Российской Федерации слабы, позиции Украины сильны и, как говорится, еще раз напряжемся и добьем русскую армию. Весь лить мотив, который официально идет из Киева, он именно такой. То, мол, мы обсуждаем австрийский и шведский вариант будущей армии Украины. Мы говорим о нейтральном статусе Украины. Но официальный Киев вам никогда не скажет, что каждый раз, когда они об этом говорят, Москва всегда говорит, да, это все хорошо, мы об этом говорим. Но только при условии а признания Крыма, б признания ЛНР, ДНР, в денацификации и д официальный статус русского языка, как государственного. Причем официальный Киев вот эти все остальные позиции не обсуждает, он не собирается их обсуждать. Но он забывает сказать населению Украины, что без обсуждения и принятия, соответственно, вот этих позиций, вот все, что они говорят в пункте первом, например, шведская или австрийская модель украинской армии, там нейтральный статус и так далее, это все ни о чем, это все никогда не будет подписано. И Москва это каждый раз повторяет на переговорах. Но это каждый раз забывают сказать украинские корреспонденты. Но и это еще не самое важное. Вот то, что я сейчас сказал, это тоже все работа на внешний контур. На самом деле, то, что я сейчас вижу на действии российской власти на тех территориях, где они уже являются властью, уже никто никуда отсюда не собираются уходить. Эти территории уже никогда не станут частью любой Украины, которая антироссия. Даже если эта самая Украина антироссия на время притвориться миролюбивой. В Москве прекрасно понимают, что это проигрыш. И ведя с киевскими властями переговоры, Москва постепенно беря под контроль территорию Украины, просто рано или поздно поставит запад перед фактом, свершившимся фактом, с которым надо будет этому же западу что-то делать. И еще раз повторяю, перестаньте спекулировать на эту тему. И перестаньте поддаваться на примитивнейшую манипуляцию. Действующая киевская власть из кожи вон лезет, чтобы очередной раз показать свое поражение как победу. Последний раз оно это делало, когда вот было так называемое контрнаступление ВСУ. Я вам на самом деле еще далеко не все о нем рассказал. Я рассказывал вам только самое главное. Там когда в детали я начал вникать вот этого контрнаступления ВСУ, там пролезают такие моменты. Ну, что лучше, например, к тому же губернатору Киму было бы все-таки сказать правду, а не хихикать в камеру. Да, Ким, я же знаю, ты меня смотришь. Ты можешь на камеру говорить все, что угодно, но ты прекрасно знаешь, что у тебя происходит в области. Вернее, уже не у тебя. Ну, конечно, на камеру ты этого никогда никому не покажешь. И вот в этом вся, на самом деле, нынешняя киевская власть. Выдают желаемое за действительное, при этом в досудорах с ужасом боясь будущего. Того будущего, когда население Украины перестанет им верить. Вот это то, что я хотел сказать в данном выпуске. Следующий материал традиционно будет сводкой с линии фронта. На этом пока, до свидания и ждите следующего выпуска.